здравия други с вами снова дикий охотник в общем я решил выйти вот опять прибрежный бор уже весной правда кое-как сюда уже добрался на машине там до куда доехал за дорога зимняя у нас вся растаяла в общем хотел поискать соек поохотиться на сойку кедровку у нас их зовут кедровками но как я и предполагал что в этом году их здесь вот в барах нет вообще то есть сойка она отлетела в тайгу кедровники был урожай кедра вот там она и сейчас вся находится поэтому на соек я еще непременно поохочусь мне даже это очень интересно смысл есть ее и кушать можно в общем то хотел сказать вот сороки летают вороны каркают но в пользуясь случаем соек я не нашел хотел бы сделать обзор ножа вот такой вот у нас нож производства нож это у нас так скажем от мастеров кизляра заказал я его уже чуть больше года назад сталь 12 мр обработка ковкой в общем почему я решил сделать этот обзор потому что я заказывал себе нож именно для промысловой охоты то есть охоты в тайге удобный универсальный но в то же время чтобы был недорогой нож зачастую теряются ножи вот чем мне понравился я выбирал сам смотрел формы в общем вот форма ножа удобная для разделки нож имеет эргономичную рукоять во всех положениях удобно лежит очень руке для разделки очень удобно резать там спарывать брюшины если мы будем работать то есть я остался ножом очень доволен цена ножа 2800 рублей вообще недорогой нож мне даже было интересно вообще обычные подобные ножи стоят несколько дороже но это зависит все от технологии производства кому интересно видео есть много производстве ножей в кизляре есть ножи еще более дешевые вообще по 900 рублей но они так скажем более такие сувенирные сделаны красиво но сталь там 9513 несколько мягковато это сталь хорошо держит я этот нож уже неоднократно использовал работе разделом барсука разделывал косулю то есть проблем нет нож работает при по костям от ребра рубишь когда ребра рубишь заточка сохраняется то есть можно ножом дальше работать то есть он терпит у него закалка довольно твердая но и не столько твердая чтобы он был хрупким и не мягкая то есть вполне он и желание правиться если у вас затупился нож то есть нож рабочий для охоты он не должен быть сильно перекаленный если вы там возьмете да дорогой нож из литого булата это конечно круто это крутой нож всегда хочется иметь тоже такой ну эти ножи дорогие во первых все равно он затупится если он затупится уже условиях тайги где-то вы его заточить не сможете то есть его уже затачивать только на станке этот нож спокойно камнем правится жало я доводил него до такой степени потом по стогоем на коже что и можно было бриться то есть он и жало держит хорошо чем нож больше года вот появился за это время эксплуатации только вот небольшой косячок если видно появилась трещина в рукояти но это вина не производители я считаю это просто я так вон то отсыревал нужно было пропитку сделать ручки льняным маслом рукоять изготовлена из южного ореха глухой монтаж рукояти легкий удобный недорогой нож вот ножны я изготовил сам для него вот такие то есть правильные ножны я заказывал подобные ножны там немного конечно ошиблись прислали мне с другими поэтому мне пришлось самому изготовить вот такие вот ножны это вот как раз нужны правильные в тайге без всякой фиксации нож просто сходит практически целиком и в принципе из таких вот ножен он никогда не потеряется вот все если кто-то заинтересовался данным ножом то есть у меня будет ссылка под данным видео группа вконтакте я решил посотрудничать производителями этих ножей помочь в реализации то есть у меня есть контакте группа где вы можете посмотреть различные модели вот данных ножей также я вам если на охоту или вам просто для выезда на пикники нужен нож пишите сообщение в группе я вам отвечу объясню то есть какой нож лучше взять вот так вот но впереди нас ждет охота охота скоро будет открытие охоты на таках на бараудич тетерев глухать я поохочусь конечно же официально по лицензии с огнестрельным оружием также возьму с собой пневматику на тетерево мне очень будет интересно поохотиться на тетерево на таках и пневматикой то есть не нарушая красоты тишины вот этого тока я думаю будет очень интересно в общем подписывайтесь на канал нас ждет очень много интересного а сейчас мне пора в обратный путь пойду к машине